друзья всем привет всем привет как и обещали сегодня будет очень интересное видео приехали учебный центр rock point где готовят мастеров кузовную кузовного дела по ремонту покраски шпаклевки вытяжки и что делается с машиной после дтп сейчас это вам все расскажем покажем ну и вперед в общем находится этот кузовной ремонт не кузовной ремонта где учат специалистов недалеко от рынка зеленый угол на и машева 35 вот сейчас побываем поговорим с преподавателем с мастером побываю покрасно камере и он расскажет о материалах пойдем ну как я и говорил автор рынок находится недалеко он вес на авторынок мы поднялись учебный центр rock point время работы с 9 до 17 адрес и машева 35 здравствуйте так это у нас роман преподаватель учебного центра расскажите нам вкратце в нашем учебном центре проходят обучение маляры кузовщики подготовщики каким-то таким жестким вещам работает с металла сваркой там восстановление геометрии кузова мы как бы этому не учим поскольку это на самом деле очень долгое обучение я мастерам говорю что если вы хотите научиться работать с металлом ну это надо идти уже к опытному кузовщику который жестянщик именно работает с восстановлением геометрии рихтовка металла и с ним работать в качестве наверное ученика и набираться опыту но что касается уже отделочных работ там шпаклевка нанесение грунта шлифуемого нанесение грунта мокры по мокрому эпоксидных грунтов всевозможных красок акриловых двухкомпонентных однокомпонентных трехслойного перламутра металликов различных видов лаков то есть у нас в нашей линейке здесь есть лаки четыре вида но это не вся линейка то есть она намного больше то есть два раза больше еще лаков существует вниз потом спустимся я вам покажу где ученики проходят практику здесь у нас теория учебный класс учебный класс они здесь рассаживаются и мы проходим сначала теорию но потом чтобы эту теорию нормально закрепить мы спускаемся вниз и занимаемся практикой то есть на практике это происходит на самом деле как в полноценный ремонт но может быть там не происходит каких-то разборов кузова там не откручиваются какие-то винты болты не маскируется деталь но как бы детали настоящие которые красят на автомобиле они также присутствуются с разными плоскостями геометрии и так далее и также мы разбираем все вот эти случаи которые происходят у них на местах когда они работают вот это покраска панельная покраска методом перехода потому что не всегда бывает так что можно покрасить деталь и соседней детали она будет в цвет поэтому есть система перехода по металликом по трехслойный перламутром также есть система перехода по лаком то есть вот эти все моменты мы все технологии как соблюдать не просто как пропорции смешивания материалов да и не просто пришел китайцы покрасить попало не попало то есть сейчас тут у нас окрасок разных и все сложно не так просто захотел покрасил перламутром тут так здесь ты прав сергей не знаю как европа ну то есть японцы они вообще сошли с ума сейчас очень сложные краски и эти краски мы каждый год ездим и изучать и они все сложнее сложнее то есть такими красками раньше окрашивали только мотоцикл они эффектные они четырехслойные то есть раньше трехслойка это было как бы сложная краска а сейчас пришло такое время когда четырехслойные краски там получается например mazda 46 в семнадцатом году этот свет на женевской кажется выставки там за цвет первое место они взяли то есть это красный цвет и там сначала как обычный металлик красится потом делается коррекция потом этот металлик то есть обычная краска один к одному например 1 компонента смешатся а там можете представить 640 процентов разбавителя она очень жидкая это для того чтобы металлик развернулся и потом у машины то есть у цвета был контраст то есть если здесь алая красная к свету то где-то в угол 90 градусов она почти черная как вот переспелая черешня и вот за счет этого контраста цвет выглядит очень эффект кстати у меня крыло там есть открашены посмотрим зачем японцам это надо потому что вот они пошли сейчас у хонды синий четырехслойка такая и причем сами японцы то есть тренера там инструктора которых мы учимся они говорят без яблочно покрасить невозможно можно как бы покрасить так что яблочность была такая легкая но без яблочно этого сделать нельзя там специальные краскопульты например такие то не подходят то есть нужна мощная разбивка этот краскопульт должен работать на низком давлении в общем все сложнее 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 но на самом деле это интересно нет вот этой рутины все меняется происходит обучение и потом мы эти знания которые приобретаем в японии мы передаем тем людям которые у нас обучают вообще кто к вам может прийти обучиться принципе может прийти в любой человек да даже парень девушка и на практике случается что девушки приходят на обучение ну смотри я ничего не знаю я пришел обучите мне с ноля да мы некоторых людей у нас есть курс отдельный людей учим с ноля у нас даже проходило обучение вот честно говорю то есть был состоявшийся юрист мужчина и он у него просто есть такой я понял большой гараж на две машины и он решил что ему надо вот какое-то хобби и своим хобби он захотел сделать в кузовной ремонт и работает причем успешно сколько по времени занимает курс занимает неделю если человек с нуля и не уверен что он за неделю чему-то научился или овладел всей информацией можно и вторую неделю ну какие-то экзамены если как экзамен нет просто после курса в последний день мы проходим тестирование то есть дается задание работа например покраска переходом например металлика или трехслойного перламутра белого и человек выполняет это задание если он выполнит это задание хорошо в принципе ему вторая неделя не нужна если есть ошибки то конечно их надо справлять и дальше ну так понимаю приходят с каких-то хороших мастерин но да в основном потому что если перебью если допустим брать китайцев тех же я не думаю что они там обучаются где-то просто поток они не учатся здесь понятно что есть какие-то бюджетные работы да ну вот у нас наши товарищи китайцы делают это и в принципе я скажу в принципе есть единичные китайцы которые делают качественно вот например у юра знакомыми китайцы юра в лесозаводске но у него даже парни русские работают но он ими металл ставит хорошо рихтует минимум шпаклевки и он красит всеми материалами как раз таки рок-пейнт и шпаклевки у него рак-пейнт и грунты рук-пейнт и краски у него рак-пейнт он на качество работа есть он свой сегмент в этом бизнесе занимает да у него дороже пойдем посмотрим где у вас камера где все это происходит я так понимаю классик небольшой но обычно группа сколько человек ну 4 максимум 5 что у меня в зоне где мы работаем то есть окрасочной камеры там четыре поста то есть комфортно могут работать ну я бы сказал не больше четырех человек бренд солари это система вытяжки то есть локальный ремонт если у нас есть на кузове вмятинка то есть не обязательно шпаклевать ее можно вот этим пистолетом до приклеивать вот эти пятки разного диаметра ну зависимости от какая вмятина и просто поворачиваем и подбери и подтягиваем эту вмятинку насколько нам нужно потом специальным шпателем снимаем это система вытяжки тоже солари можно при работе с металлом использовать эти системы лапы облокачиваются на металл вот но я споттер вам внизу покажу будет более понятно это когда оборудование к основному инструменту споттер пойдем и где мы сейчас находимся ну вот здесь в общем то мы проходим обучение то есть вот это зона подготовки вот дальше это уже окрасочная камера ну чтобы красить детали и и надо подготовить например зашпаклевать загрунтовать то есть грязную работу мы делаем вот в этом помещении в камере пыльную работу делать нельзя то есть здесь есть сопутствующие инструменты инфокрасная сушка увеличивает скорость сушки ему любого материала споттер например если надо выпрямить какую-то вмятину то есть это молоток обратного хода то есть например если рассматривать что это в кузовная деталь до крыло привариваю да он приваривается и то есть какое преимущество мне не надо с той стороны дверь разбирать и что пороги пороги шлифовальные инструменты всевозможные эсцентриковые машины был что эсцентриковая риска важно при шлифовании грунтов шпаклевок и полировки то есть вся линейка шпаклевок rock paint здесь просто бутылка из-под полировали вода отвердители материалов для защиты металла вот здесь линейка грунта за лампой color stage вся линейка лаков rock paint новые лаки старые лаки ну и лайки соответственно моменты 1 лак дала лаки разные то есть 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 и керамический лак и сама затягиваешься и обычные лаки я 6 мс то есть люди которые близки к краске они знают что такое hsms обозначение да здесь мы набираем краску то есть какой-то цвет определенный дам наш материал весь смешивается по весам поэтому только все через весы этот из пластины вот ролики снимали в youtube ну пойдемте в окрашенную камеру почек камеру ну вот здесь происходит окраска то есть специальные стенды на которых распределяются детали для учеников разные цвета вот кстати красный это 46 в свет который в женеве там до четырехслойный да то есть вот это четыре условия на покраске вот если сейчас это видно на камеру как контраст есть вот то что сверху она такое алая а все что в острый угол видите как темно и такое она солнце наверно мы потом выйдем мы посмотрим на солнце на солнце вообще обалденно можно немного камеру то здесь система освещения фильтрация да то есть при . воздуха причем стоит горелка на солярке работает то есть на пульте в определенную температуру задаешь которую надо в зимнее в летнее время то есть под любую покраску можно давать определенную температуру и вытяжка то есть вытяжка весь вот этот опыл летучие вот эти материалы сразу же прибивает вниз то есть здесь и качество покраски намного лучше получается и сам человек который работает но окрашивает он меме и меньше дыши до этими отходами смотришь покраски машину ну вот посмотрите здесь минимум мусора вот на этом красном крыле его достаточно потому что мы ролики youtube снимали там по системе покраски этого цвета дверь была открыта за вихрением ну вот эти детали я красил здесь уже дверь была у меня закрыта потому что один красил здесь минимум мусор но даже камера идеальная чистая это не значит что у вас нет ни одной пылинки то есть после генеральной уборки и замены всех фильтров всевозможных все равно на детали две-три пылинки и они будут присутствовать от этого не избавишься где-то с костюмом ну можно снять шагрень до шагрень бывает разное у всех производителей брендов автомобилей она разная и маляры всегда стараются сделать приближенную к оригинальной шагрень то есть уже знаешь на какой машине какая шагрень и уже ну да примерно можно довести вообще классно так слушают крыло у нас всегда вопросы ну как не то что вопросы смотрим машину у него варено крыло то есть там порезали там порезали там расклепали как все это делается по-настоящему то есть это мы можем определить и всегда у меня бы возникали эти вопросы как это сделать так что было максимально незаметно ну то есть незаметно сделать невозможно не на каком сервисе поскольку это уже не завод на заводе это роботы делают естественно при ремонте эти задачи выполняет человек но это не робот поэтому ремонт должен быть приближены к заводу но заводом он не будет никогда поэтому можно и визуально отличить даже какая сварка присутствует как отсверливали крыло момент среза то есть сняв резинку можно увидеть что как вот распилы раньше возили да и как видеть распилы снимают резинку видят видят что есть шов все понятно вот но если грамотно менять то в принципе да будет присутствие следов того что крыло обменялось но если выполнено все качественно принципе не ржаветь не гнить герметика все будут шовные промазаны в принципе эксплуатация автомобиля не будет меньше то есть все будет хорошо не будет ржавение металла где именно отрезано крыло по что на нормальных сервисах все эти моменты защищают специальными материалами то есть другой стороны тоже все промазывается по технологии ну да заливают так называемые мавили которые защищают тот шов который там порезан металл наверно да в машине такие вот моменты когда крылья заднее менялась крыло там еще что-то что касаемо кузова не смена и так допустим а именно вот что-то врезалась да это всегда проблемно когда меняется детали это понятно что переднее крыло там открутили волочки поставила здесь уже резана и многим покупателям как раз таки этот момент он очень важно чтобы не было резано даже если машина вся в идеальном состоянии пробег там на самом деле очень маленький а если сделано качественно ничего страшного не считаю ясно стол тоже интересно аккуратно аккуратно там растворить но это краскопульты которыми маляры работают основные наши краскопульты этапе вот которыми работаем но вот для того сложного красного цвета 46 в но используется пистолет и вата w101 ну недорогие этот этот японский нет я считаю что это такие самые бюджетные пистолеты но например что касается пи это вот как автомат калашникова стоит он недорого по сравнению но если какой-то другой пистолет до стоит например двадцать шесть тысяч есть его ты дорогие там по 30 по 30 тысяч то вот этот примерно 17 тысяч стоит но и мы можем выполнять такие задачи как покраску нанесение грунта и нанесение лака без проблем ну это тоже японский пистолет только другого бренда и вата но смысл один и тот же что то что тут нет они разные не в плане того да по покраске это это для краски этот для грунта у них вот эти колпачки называется дюза они отличаются этот 15 то есть больше этот 13 ну его можно носить лаки грунт и эпоксидные грунты и так далее краску смешивать и пошел красить еще вам скажи куда это все подсоединяется я понимаю что должен быть капрессор должно за встроено и как это все работает понятно что этот инструмент без воздуха работать не может это у нас вот про юру китайцы мы разговаривали он с акцентом говорит и есть кислотные грунты вот я наверху там показывал для защиты металла а он китайцу не выговорит он мне в полотца пугает рома примета а что такое кислородная грунта я говорю да короче юра это грунт у которого мужик кислород есть просто бучок закрываешь тебе не надо подсоединять воздух компрессор просто грунтуешь чтобы это штука называется манометр то есть давление воздуха показывает штуцер бы со быстросъем то есть раз все у нас уже по давлению давление у нас два бара ну в зависимости от того что мы наносим лак краску мы меняем давление это влага маслоудалители то есть они должны стоять потому что у нас там компрессор стоит по трассе воздуха бывает так что перепад температуры конденсат сам компрессор может до масло гнать и если вот эти вещи стоять не будут в окрасочной зоне да то естественно детали у нас это дефект да ну это второй пост я говорил что четыре поста видно что вправо выход 1 и вниз выход вот там два ученика могут подсоединить шланги и здесь то же самое летом да то есть конница есть есть как бы камеры с кондиционерами современные они очень дорогие у нас нет если будет на улице 30 градусов то в камере естественно будет те же 30 градусов до поэтому вот такие вот тоненькие костюмы и их более-менее летом да можно красить все есть ребята вот роман обещал показать крыло красное как она выглядит на улице посмотрите видно на камере контрастная рада то есть вверх алый такой и низ почти черный это 46 в мазда покрывает свои автомобили сейчас все новые что ли не будет вот этот четырех слойку покрывать так у них добавят дома задаме и даже покрывается сейчас просто так вот свежие мазда демио сбитые привозят я думаю блин ребята кто красит китайцы что ли как они покрасит цвет ну в общем реально на камеру конечно вы можете не увидите но поверьте поверьте контраст конечно охота конечно есть куча